Всем привет! Сегодня в видеоуроке я покажу, как настроить сельвер для дальнейшего деплоя проекта. Предположим, что вы уже приобрели сельвер, у вас есть к нему доступ, и главное, чтобы у вас был доступ по SSH, пароль от root пользователя. Итак, приступим. У себя я буду пользоваться WinSTP, такой программой для Windows, и пати для SSH-соединения. В Linux или MacOS мы пользуемся терминалом и командой SSH. И таким образом подключаемся к серверу. В принципе, работа с сервером на операционных системах Windows, MacOS и Linux не отличается. Везде мы пользуемся консолью. Вводим наш IP-адрес, порт 22, SSH, в протокол. Даем название. Сохраняем. И делаем подключение. Соглашаемся с тем, что хотим получить ключи. Вводим наш пароль root. Вводим логин root и пароль. В моем случае, в консоль мы вставляем пароль с помощью правой клавиши, мыши. Сейчас сервер у меня просит подтверждения того, что я хочу войти и ввести еще раз пароль. Теперь он просит создать новый пароль для данного пользователя. Ввожу еще раз. Все, мы зашли под root пользователя в наш сервер. Если вы будете пользоваться из-под Linux или MacOS, то в вашем случае команда набирается следующим образом. Вы пишите SSH, затем ваш пользователь, собака и, соответственно, IP-адрес вашего сервера. Нажимаете Enter и вводите пароль. Итак, что нам нужно для того, чтобы начать работу с сервером? Сначала нужно обновить список репозиторий. Я пользуюсь системой DBN 9 версии. На Ubuntu, в принципе, точно такие же команды будут. Теперь я обновлю сами пакеты операционной системы. Соглашаюсь. Подождем. Так, все уже установилось. Теперь нужно установить следующий пакет. Это Sudo. Чтобы наш пользователь, который мы создадим для нашего проекта, имел права администратора. APT, install, Sudo. Неоперационная система говорит о том, что этот пакет уже установлен. И давайте теперь создадим нашего пользователя. ADD User. Посмотрим в настройках, как я его указывал. Просит создать пароль для нашего пользователя. Еще раз ввести его. Здесь он просит полное имя. Я просто пропускаю. Комнату, фон, домашний телефон. Теперь он просит, спрашивает о том, что я ввел ли я правильно все данные. Я нажимаю «Да». Таким образом наш пользователь создался. Теперь нам нужно его добавить в группу Sudo. Для этого мы пишем user-mod-a-g-sudo и имя нашего пользователя. Выполняя команду groups и имя вашего пользователя, мы проверим, в каких группах он состоит. В данном случае он в группе своего имени и в группе Sudo. На этом работа с root-пользователем закончена. Зайдем под нашим новым пользователем. Вводим логин. Вводим пароль. Получили доступ. Теперь приступим к настройке самого сервера. Потребуется нам нужен Python версии 3.6. Нам нужен Postgres версии 10. Соответственно, нам нужен Git. И плюс некоторые библиотеки, которые позволят нам запускать наш проект. Давайте проверим, какая версия Python здесь установлена. Как видим, это 3.3.3. Давайте установим Python 3.6. Есть несколько вариантов, как это делать. Это эксклюзировать из репозитория, будь то Python какого-либо другого, вашего сервера, там, где он располагается, или скачать сам Python и скомпилировать его. Я воспользуюсь именно последним вариантом. Для этого есть у меня подготовлены несколько команд. И давайте их выполним. Для начала нам нужно установить определенные библиотеки для нашей работы с питоном, вернее, с установкой и всем остальным. Список данных команд я приведу в описании. Подождем, пока закончится установка. И продолжим выполнять команды. Хочу заметить, что компиляция интерпретатора Python намного проходит дольше, чем его обычная инсталляция. Но для меня это более надежный способ, так как не всегда, не на всех серверах устанавливается полная версия Python. она может быть минимальной и таким образом. И в ней много чего нет. Приходится это все самому устанавливать и не совсем хорошо получается. Компиляция дело довольно долгое, поэтому это, конечно же, зависит от сервера, которым вы пользуетесь. Я для своего варианта выбрал минимальный тарифный план, поэтому подождем, пока она устанавливается. Подготовка завершена. Давайте теперь инсталируем. Подождем. И проверим теперь версию нашего Python. Как видим, у нас установлена версия 3.6.4. Замечательно. Теперь можно перейти к установке POS-RES. Давайте перейдем на сайт POS-RES. Выбираем нашу операционную систему. Версию операционной системы и выполним следующие команды. Пишем Sudo 1. Открываем файл. Добавляем в него следующую запись. Сохраняем. И выполняем команды, которые нам написаны в документации. У меня было неправильно скопировано название файла. Я его удалил. Пересоздал. Занес данные. И попробуем установить наш POS-RES SQL10. Просит всю доброва. Соглашаемся. Пошла установка. Подождем. POS-RES установился. Теперь мы можем его настроить. Зайдем в наш Settings. Вспомним, какие данные мы вводили. И создадим нашу базу данных. Я специально выписал команды. Давайте их выполним. Зайдем в консоль POS-GRES. Затем создаем базу данных. Create database. Называем ее. Заметьте, что точка запятую в конце команд обязательно. создаем нашего пользователя. вписываем данных. логин, пароль. Это пользователь именно для базы данных. дальше установим его права. Вернее, не права, а ролик. все команды я читать не буду объяснять. Я оставлю их в описании. Также мы просто устанавливаем, что это будет кодировка UTF-8, время UTC и чтение запись. Дальше мы должны указать нашего пользователя и базу данных. Здесь я отправлю. Что мы этого пользователя подключаем к данной базе данных, что он имеет право доступ в нее. Наверное, не верно название. Понятно. Установлено. Управим. и можем теперь выйти из консоли. Все база данных созданных. Python установлен. Также для работы нашего сервера нам потребуются следующие пакеты. Это git server nginx и super wizard. Установим. теперь давайте настроим сам nginx перейдем в директорию etc inside available hold все что здесь есть убираем и вставим следующую текст. Следующий текст. Здесь нам нужно поправить адрес нашего сервера. и также мы укажем где находится наша папка состателем. Указываем папку home наш пользователь затем проект далее будет папка static то есть что получается мы прописываем сервер дальше порт ip адрес сервера здесь у нас хранятся логи nginx здесь мы указываем где у нас лежит статика это папка static в home наш пользователь проект данная настройка оказывает сколько времени будет храниться кэш статики я поставлю минус один для того чтобы когда я буду править свой проект он не кешировал его и сразу мне выдавал все что нужно дальше мы работаем по локал хосту 8000 и прокси сет хидер стандартные настройки мы не трогаем сохраняем и перезапускаем нгинкс сюда сервис нгинкс и старт все если не выдалось никаких сообщений ошибок значит сервер нгинкс перезапущен теперь давайте перейдем по IP-адресу нашего сервера как видим отрабатывает ингинкс и говорит что 502 ошибка так и должно быть проект у нас еще не настроен видео урок закончен всем спасибо подписывайтесь на канал оставляйте свои комментарии задавайте вопросы буду рад на них ответить также не забывайте вступать в группу вконтакте и чат в телеграм всем спасибо до новых встреч до новых встреч